Злокачественная опухоль Злокачественная опухоль Злокачественные модели имеют ряд недостатков Например, клеточные культуры Они высоко воспроизводимы И при этом довольно-таки дешевые Однако они практически не повторяют Фенотипическое сходство Тогда как животные модели Они отлично имитируют опухолевое микроокружение Градиент веществ, но такие модели дороги в содержании И практически невоспроизводимы С точки зрения соотношения Преимущественных недостатков модельных характеристик Трехмерные системы, тумороиды Или как их еще называют, опухолиосфероиды Могут служить микромоделью опухоли Инвитро Они хорошо воспроизводимы Повторяют фенотипическое сходство И довольно-таки дешевое поддержание Размер тумороидов может варьировать От 100 до 1000 микрометров Внутри тумороидов Больше 500 микрометров Присутствует клеточная зональность Которая становится более выраженной С увеличением количества клеток в тумороиде Ряд исследователей описывают Наличие тумороидов в нескольких слоев Внешний слой, который иначе называется Пролиферативной зоной В этом слое находятся клетки Наиболее метаболически активны Они как раз-таки и представляют Массу опухолиосфероида Средний слой представлен Покоящимися клетками или стареющими И внутренний слой, который представляет Из себя некротическое ядро Внутри него находятся клетки В стадии некроза и апоптоза И они практически неактивны Одной из важных характеристик сфероидов Является их предел диффузии Примерно до 200 микрометров Что это означает? Это означает, что существуют Ограничения по массовому транспорту Сфероидов И, как правило, проявляются Градиенты кислорода Метаболических отходов Углекислого газа PH и прочих молекул Внутри тумороида среда кислая И в гипоксических условиях Клетки некротические зоны Активно секретируют вещества Которые способствуют выживанию Клеток пролиферативной зоны И их активному делению Процесс формирования тумороидов Он повторяет аваскулярную фазу опухоли В которой происходит увеличение Объема опухолевой массы В геометрической прогрессии Клеточный объем тумороидов Увеличивается экспоненциально До достижения определенного размера Обычно в исследованиях Говорится о 1000 микрометров А после этого скорость роста уменьшается И выходит на оплату Так как отсутствуют кровеносные сосуды В целом тумороиды используют Для исследований в области Фундаментальной онкологии Связанных с механизмами развития Множественной лекарственной резистентности Процессами инвазии и метастазирования Процессами клональной инволюции А также для скрининга Противоопухолевых препаратов Таким образом Целью нашего исследования Является разработка Экспериментальных моделей Опухолевого ячега инвитро Для создания персонализированного подхода В лечении злокачественных новообразований В исследовании были взяты Образцы опухолевой ткани Полученные в НИМС-онкологии имени Петрова С подтвержденным биопсией и диагнозом Как раз таки они и послужили материалом Для приготовления опухолево-клеточных культур Протокол был одоблен Этическим комитетом НИМС От всех пациентов было получено Информированное согласие Дополнительные исследования Были использованы опухолево-клеточные линии Находящиеся в коллекции Биобанка НИМС-онкологии имени Петрова Это такие клеточные линии Коклеемиосаркома, остеогенная саркома И меланомы кожи Нами была собрана Клиническая характеристика пациентов В соответствии с которых Осуществляли подбор Различных химиотерапевтических агентов И их комбинации Для исследования химиочувствительности И инвазивных свойств тумороидов Из опухолевообразцов Было выделено 6 клеточных культур Они представлены на слайде Это культура липосаркомы Миксофибросаркомы Эмбриональная рапдомиосаркома Меланомы кожи И аденокарсиномы Рака молочной железы Все клетки Характеризовались Довольно-таки Различной морфологией Например, клетки меланомы кожи Имели преимущественно Округлую форму Тогда как клетки Эмбриональной рапдомиосаркомы Имели веретиновидную форму Клетки аденокарсиномы Молочной железы Отличались преимущественно Суспензионным ростом Они образовывали клеточные агрегаты После чего Они отлипали от поверхности пластика И свободно существовали в суспензии Для подтверждения частоты Полученных нами Клеточных линий На каждом пассаже Проводили иммуноцитохимию Томороиды получали С помощью двух технологий Которые были оптимизированы Для каждого типа клеточных культур Это две довольно-таки Известные, широко используемые В лабораториях технологии Первая технология Это технология Висячих капель Она представляет собой Капли клеточной суспензии Которые помещаются На поверхность чашки Петри И затем клетки Под действием сил гравитации Слипаются в агрегаты Компактизуются И образуют тумороид Такой метод Широко используется Поскольку он низкотоксичен И довольно-таки быстр Технология получения Которой мы преимущественно Пользовались сфероидов На низкоадгезивных поверхностях Характеризуется Своей супергидрофильностью В таких технологиях Используют полимеры Вроде агары или агорозы Которые предотвращают Прилипание клеток К матриксу К пластику И клетки За счет этого Синтезируют кодгирины Взаимодействуют между собой Образуют конгломераты Которые затем уплотняются И образуют уже Полноценный сфероид Удалось в 9-10 случаев Клеточных культур Получить опухолевые сфероиды С которыми в дальнейшем Можно было работать Однако стоит отметить Что тумороиды Отличались индивидуальными характеристиками Например Культура липосаркома Отличалась тем Что она образовала Агрегаты Диаметром до 30 микрометров Которые разваливались При смене среды Или проведении Каких-либо манипуляций Стоит отметить Что культуры Меланом кожи Образовывали самые крупные По размеру тумороиды До 600 микрометров Некоторые культуры Такие как Миксофибросаркома Меланома кожи Образовывали одновременно Нескотумороидов Которые при Физическом воздействии Слепались в один конгломерат Нами были получены Конфокальные изображения Сфероидов Сформированных из клеток Опухолей Различного гистогенеза Которые представляют Информацию О распределении Основных слоев клеток Мы производили Окрашивание Эфактина С помощью Фоллоидин Олекса 488 И ядерный РНК С помощью Пропидиум Эдит Подобная комбинация Красителей Позволяет нам Увидеть Структурную организацию Томороидов Обладающими Сходными чертами У различных Клеточных культур А именно Мы увидели Что по периферии Преимущественно Располагались Клетки округлые Которые отвечают За пролиферативную зону У них практически Не было отростков И округлая форма Она как раз таки Сигнализирует о том Что клетка Находится в стадии деления Так как Это Конформация Наиболее удобная Для нее Тогда как В центре Мы наблюдали клетки Преимущественно Мезонхимальной морфологии Мы могли увидеть Вытянутую Версиновидную форму И отростки Изофактина Для общей Визуализации Объектов Мы производили Окрашивание С помощью Гематоксилина Майера И озина В монослое Можно увидеть Что клетки Занимают Максимальную поверхность И довольно таки Распластны Тогда как Структура Томороидов И опухолевой ткани В значительной мере У нас совпадала По своей сложности Мы провели Иммуногистохимический анализ Первое Что мы идентифицировали Это маркер Пролиферации Ки-67 Были обнаружены Различия В экспрессии Маркера Между клетками Монослоеных культур И клетками Сфероидов И опухолевой ткани Количество клеток Ки-67 В сфероидах И опухолевой ткани Значительно превышало Таковое количество В монослоеных культурах И это можно Действительно Увидеть на слайде Мы наблюдали Диффузное распределение Но и Распределение У нас было Периферийное Что как раз таки Подтверждает те Литературные данные Что по периферии Тумороида Преимущественно Находятся клетки Делящиеся Такое мы обнаружили У клетки Меланом кожи Повышенная Гипоксия В опухолевой ткани Индуцирует Экспрессию Глют-1 Это переносчик Однонаправленный Переносчик глюкозы Через Блазматическую Мембраду Экспрессия Опухолевыми клетками Глют-1 Была отмечена В тумороидах И в опухолях Тогда как Во всех образцах Монослойных культур Вы можете это увидеть Экспрессии Практически не наблюдалось Было также отмечено Градиентное распределение Глют в сфероидах Так же как и в опухолей ткани Причем интенсивность Экспрессии Оценивая по степени Иммуно-цитохимической реакции Зависела от размера Тумороидов Чем больше они были Тем больше наблюдался Градиент Например У сфероида Меланомы кожи Мы можем увидеть Что интенсивность Уменьшается От центра к периферии И подобное распределение Этого маркера Может как раз таки И свидетельствовать о том Что сфероиды внутри Они голодают От недостатка глюкозы Таким образом Мы подтвердили Что Опухолевые сфероиды Реальнее моделируют Те условия Которые происходят В опухолевой ткани Для исследования Инвазивных потенций Опухолевых клеток В контексте Мезонхимального Петляльного перехода Был произведен Иммуно-гистохимический анализ На Екатгирин Екатгирин Преимущественно экспрессируется На поверхности Эпитериальных клеток Способствует Образованию Плотных контактов Однако Опухолевые клетки Которые утрачивают Этот белок Они способны К инвазированию И метастазированию Екатгирин Был выявлен Токов тумороидов Аденокарциномы Молочной железы Это можно объяснить Самой эпитериальной природой Этой опухоли Однако В других случаях Мы не обнаружили Экспрессии Екатгирина Ни как в самих опухолях Ни как в сфероидах Ни как в монослойных культурах Важная составляющая Опухолевого микроокружения Это определенная Концентрация стокинов И химокинов Которые способствуют Привлечению клеток Иммунной системы Из периферической крови Развитию воспаления И также формированию Атипичного микроокружения Мы провели Иммунно-ферментный анализ На идентификацию Микей Опухолевые клетки Активно Синтезируют Микей И довольно-таки быстро Случивают его С своей поверхности После чего НК клетки Взаимодействуют с этим фактором И теряют свою Цитотоксическую активность Мы наблюдали Статистически значимое Влечение продукции Микей В 3D культурах По сравнению С монослойными культурами А вот фактор ТГФ Он преимущественно Синтезируется Т-лимфоцитами И макрофагами Опухолевые клетки Могут Продуцировать ТГФ Для ингибирования Продукции интерлекина 2 Который как раз-таки Связан с пролиферацией Цитотоксических лимфоцитов Нами было показано Что не наблюдалось Статистически значимого Влечения этого фактора Однако стоит отметить Что некоторые культуры Вроде меланомы кожи И микса фибросаркомы В значительной мере Синтезируют его В увеличенном количестве Помимо факторов Блокирующих функции Иммунной системы Опухолевые клетки Нарабатывают факторы Которые привлекают В микроокружение Клетки иммунной системы Эндотелиоциты Фибробласты И другие клетки Стромальные Мы исследовали концентрацию С помощью мультиплексного анализа Хемокинов Хемоатрактантов И цитокинов Нами было показано Что в 3D формате Все сфероиды Секретируют эти факторы В повышенном количестве По сравнению с 2D культурами Далее нами была собрана Клиническая характеристика пациентов В соответствии с которых Мы осуществляли Различный подбор Химиопрепаратов Их комбинации Для исследования Химиочувствительности И инвазивных свойств Томороидов Для оценки Паралиферативной активности Клеток Мы использовали МТТ-тест А для оценки Инвазивного потенциала Мы использовали Автоматическую систему ЦЛ-АКЮ Для анализа Изменения площади И диаметра Сфероидов Которые распластвуются На матригеле В исследование Были взяты Две комбинации Препаратов Соответствующие Пику концентрации В плазме крови И 10% По Салману Время инкубации С химиопрепаратами Соответствует Периоду Полуэвведения Из организма Полученные результаты Мы ретроспективно Сопоставляли С лечением Пациентов В рамках Предпринятых Исследований Культура Меланомы кожи Была использована Как пример опухоли С высокой резистентностью К химиотерапии Так как все попытки Лечения пациента Не имели успеха До клеток Меланомы кожи Были подобраны Концентрации препаратов Паклитоксела И цисплотина Ко всем подробным Комбинациям препаратов А именно цисплотина В МДТ-тесте Мы наблюдали Химиорезистентность Тогда как Паклитоксел Стимулировал Пролиферацию клеток Культуры меланомы кожи И количество Жизнеспособных клеток Разрастало в разы Незначительный эффект Ингибирования Инвазивных свойств Тумороидов Мы наблюдали При культивировании В среде Спаклитоксела Отсутствие эффекта Угнетения Инвазивной потенции Тумороидов Отмечали При культивировании В среде Цисплотина Результаты Изменения Инвазивного потенциала С помощью системы ЦЛАКЮ И МТТ Совпадают Тумороиды Не реагируют На присутствие В среде Химиотерапевтических Агентов Не изменяют Свои инвазивные свойства И пролиферативную активность Что в принципе Мы и наблюдали В клинике При лечении пациента Для культуры Миксофибросаркома Были подобраны Препараты Поклитоксел И комбинация Доксурбицин И фосфамид Культивирование Миксофибросаркома В монослоях И в тумороидах В среде С поклитокселом Практически не влияло На процент Жизнеспособных клеток Выраженный статический эффект Мы наблюдали Для монослойных культур При добавлении В среду Доксурбицина И фосфамида Тогда как Тумороиды Которые культивировались В этой же среде С комбинацией Тех же химиопрепаратов Они сохраняли Свою жизнеспособность Это наблюдение Позволяет сделать вывод Что монослойные культуры Не являются Адекватными моделями Для изучения Ответа Опухолевых клеток На химиопрепараты Под влиянием Поклитоксела И в меньшей степени Комбинации препаратов Доксурбицин И фосфамид Клетки Миксофибросаркомы Сохраняли свою Жизнеспособность Однако частично Теряли свои Инвазивные свойства Наблюдаемая картина Коррелирует С клинической картиной Заболевания У пациента У которого Наблюдали стабилизацию При введении Доксурбицина В МТТ-тесте Монослойные культуры Рабдомиосаркомы Заметно снижали Свою жизнеспособность При добавлении Комбинации препаратов Доксурбицин И фосфамид Подобного снижения Жизнеспособности Мы не наблюдали Комбинации препаратов Среду к тумороидам Что опять подтверждает Что монослойные культуры Нельзя использовать Для оценки химиотоксичности Результаты анализа Динамики инвазивного потенциала С помощью автоматической Системы ЦЛАК При культивировании С химиопрепаратами Совпадают с результатами Чувствительности Для МТТ-теста Для культуры Рабдомиосаркома Тумороиды реагируют На присутствие В среде химиотерапевтических Агентов Изменяя свои Инвазивные свойства И пролиферативную активность Тумороиды этой культуры Имели низкий Инвазивный потенциал При добавлении В среду Пиковых констраций Паклитоксела И комбинации Доксорбицина И фосфамид Экспериментальные данные Соотносятся С клиническими Результатами Лечения пациента Когда на фоне Линии химиотерапии Всключением В схему лечения Паклитоксела Наблюдали частичный Регресс Опухолевого очага Таким образом Результаты Ретроспективной оценки Взаимодействия Химиопрепаратов И их комбинации В трехмерной системе Инвитро Демонстрирует Что эти модели Тумороиды Они являются Наиболее перспективными Для выбора тактики И прогнозирования Успеха Лечения Таким образом Мы оптимизировали Методику Получения тумороидов Для клеток Опухоли Различного гистогенеза Мы продемонстрировали Что в 3D формате Клетки Характеризуются Повышенной секреторной Активностью Ряда иммуносупрессивных Факторов И также хемоатрактантов Мы показали Что внутри тумороида Действительно присутствует Градиент Как пролиферативный Так и метаболический И нами была Установлена взаимосвязь Между эффектом Лечения химиопрепаратов На тумороиды И клиническим ответом Пациентов На лекарственное лечение По сравнению С монослойными культурами Они действительно Продемонстрировали Более адекватный ответ На химиотерапию Что позволяет Использовать тумороиды Как тест-систему Для индивидуализации Лечения онкологических больных Благодарность организаторам За возможность выступить И предоставить Результаты нашего исследования Помимо этого Мне бы хотелось Выразить благодарность Нашему научному руководителю Верене Александровне Балдуеве За бесценные советы Помощь в дизайне эксперимента И интерпретации Научных данных Также мне хочется Выразить благодарность Сотрудникам отдела Онко-иммунологии Нимс-онкологии Имени Петрова За помощь в планировании Этой работы Предоставление научной базы А также создание Приятной рабочей атмосферы Помимо этого Мне хочется выразить Благодарность Сотружественным лабораториям За предоставление Научной базы Помощь в планировании И реализации экспериментов Благодарю за внимание Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин